всех приветствую на своем канале мир качественного алкоголя было такое небольшое затишье летние на канале потому что ну крепкие напитки мне почему-то не заходят вообще в летнее жаркое время больше вот винцо такое холодненько особенно белое вино там сухое но иногда можно и пиво и вот тема сегодняшнего выпуска это наконец-то в кб красное и белое появился более-менее такой стоящий крафт бутылочка одна любая стоит 60 рублей правда это не 05 это 045 но тем не менее я вот почитал отзывы сейчас в том же красно-белое противоречивые достаточно все тому ту же и паву и даму поливают мол это только пародия на и пуну ребята 60 рублей за бутылку еще и при текущем курсе я думаю ну дураку понятно что ожидать от такой бутылки качество ну хотя бы там джаус атомная прачечная это очень глупо понятное дело что это совершенно другого уровня напитки это вот ближе там к васила островская пивоварня потом волковская пивоварня и так далее но давайте уже разбираться сразу что могу отметить это дизайн этикеток потому что ну обратите внимание очень яркие им на мой взгляд это прямо стопроцентное попадание потому что ты заходишь в магазин подходишь к холодильнику с пивом и сразу вот такие бутылки будут выделяться на фоне всяких хогарден стелла артуа там балтика ну и так далее итак у нас три сорта это пшеничный эль 48 крепость 15 процентов айбию горечь и павая дама английская и постель там уже пять с половиной градусов ну и frankenstout это сливочный такой шоколадно-кофейный стаут крепость почти та же 5 и 4 градуса айбию 19 ну и в общем чтобы не затягивать давайте я наверно сразу начну это просто небольшой такой очерк такая личная дегустация ну и в общем то это просто пшеничка нефильтрованная пшеничка нефильтрованный пшеничный эль с добавлением кориандра об этом указывает описание пиво охлажденное поэтому запах ну не сильно выразителен мне вот как чувствуется новком понятное дело это кориандр и еще немного чувствуется чай зеленый плюс немножко такой лимонный какой-то оттенок давайте пробовать чувствуется специи вот такой кориандр но в основном понятное дело и на заднем фоне ты ощущаешь вот какой-то реально лимончик такой лаймовый привкус давайте следующее это уже покрепче это уже и по и по мне одно время очень нравилось когда я только заболел вот крафтовыми напитками крафтовым пивом ходил по барам и по очень любил но потом как-то в одночасье просто отбила потому что ну такая прям иногда горечь очень мощная очень плотно я больше пересел вот на апу потом горечь есть она не сильно выразительная ну во вкусе какие-то медово-цветочные тона но они очень легкие и практически сразу же все послевкусие исчезает то есть ну как бы ожидал я немножко большего в этом плане волковская конечно будет пожиже но тем не менее даже то волковская и по чересчур горькая достаточно такая мощная спиртуозная но в плане послевкусие каких-то цветочных тонов там тоже ничего такого нет просто горечь хмеля и в общем-то все самый по-моему такой начальный уровень это как раз кёнигс вот который еще можно так более-менее пить и получать удовольствие от ипы ну и давайте под конец frankenstout стал ты мне в последнее время очень нравится но опять же такие знаете супер плотные ближе к имперским хотя они да тоже достаточно тяжелые но там зато есть плотность шоколадность кофейность очень пока есть фаворитов из классических именно это билхэвен стаут 7 процент не который там 7 и 6 по моему даже вот под какой-нибудь стейк под шашлычок прям такое реально смола очень мощный очень плотный аромат сливочные такой ну пока это наверное мой фаворит потому что всего за 60 рублей ты получаешь плотная насыщенная вкусная с кофейно-шоколадными оттенками пива при этом без какой-то спиртуозности без горечи выпирающий просто хорошая сбалансированная кофейно-шоколадное пиво но сварено вот стили сливочный стаут до дориан грель сейчас поднагрелся начали выпирать кориандровые тона очень сильно очень несбалансированные в этом плане и прям какие-то семена укропа знаете вот эти в консервации попадаются чересчур перемудрили со специями это просто водичка горькая да без особого вкуса вообще без послевкусия и вот это наверное мой фаворит если вот это три с половиной из пяти я бы поставил вот это вообще двоечка ну и это примерно на 4 с минусом то есть хорошая добротная середнячковая вкусное пиво которое можно брать в принципе опять же за 60 рублей что же у меня на этом все скоро планирую чуть больше делать видео на этом канале так что обязательно подписывайтесь поддержите меня лайком чтобы видео вышло в топ по поиску но и ждите следующих видео всем пока